это какой-то ёбаный стыд это просто ёбаный стыд блять как можно вылететь раку ведь они вылетели по игре понимать это была равная игра ну дорогого чуть-чуть больше просто не сильно им повезло у ракова было в основное время дохуя момент блять вам самими стыдно да блять ну при чем тут вообще руководство вы футболисты вот эти все эти блять все эти там все эти русские могилевцы все эти игнатьевы блять который пришел из краснодар все эти леон мусаев там могилевец вы все будет говно полный вы понимаете чтобы все говно леон мусаев ты меня слышишь да вот ты слышь я то я также как и ты из питера ты вышел из нашей питерской академии зенитовской тебе в жопу целовали все тебя вера в жопу целовал ты слышь меня жопу тебя целовал все хотели чтобы ты заиграл зенит а ты дно ты днище полное и ты никогда не будешь футболистом как же и твой дружок то мне это не дружок а такой же воспитанник питерской академии как от жене язов где он сейчас не знаю также его в жопу все целовали все хотели чтобы питерские игроки выпускники питерской академии зенита играли зените но мы когда смотрим на вас когда блять руководство смотрит тренер смотрит они охуевают потому что вы днище вот такой днище блять что ебануться вы не футболисты у нас есть кировский завод ли он мусев ты меня слышишь тебе надо и работать на этом кировском заводе потому что ты да ты полное дно ты никогда не будешь футболистом никогда запомни ты слышь меня ты никогда не будешь футболистом ты будешь скитаться вот по таким клубом лет ты дно и просить зарплату за свой ебаный паспорт. Блядь. Я просто помню это Леона Мусаева. Это же просто пиздец. Как его здесь в жопу целовали. Как его вираж тут в жопу целовал. Это фанаты. Вот надо хорошо бы Леона Мусаева состав ставить. Ой, блядь. Это Симак, пидарас. Ой, это все легионеры. Не надо. Не надо. Надо своих ставить. Кого ставить, блядь? Вот это хуило, блядь. Вы что, ребята? Леон Мусаев, ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Ты понимаешь, ты ни о чем вообще. Блядь. В Рубине играл еще такой Могилевец. Павел Могилевец. Ёб твою мать. Я уже помню это все хуйню. Он же сейчас Зенитка играл. Медленный, тягучий. Ни о чем совершенно, блядь. Где он потом после Зенита не играл? В Ростове играл, ёб твою. Карпин. В Рубин сейчас перевелся. Ой, блядь. Все тогда говорили, ну не о чем. Ну, хотели его видеть. Ну, ну, прибавь ты хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть в своем мастерстве прибавь. Ну, мы тебя, мы бы рады. Мы тебя будем про все прощать. Нет, блядь, ёб твою. Ты как был говном, так и остался. Ты как был дном, так и остался. Боже, просто поразительный. Ну, то есть, было видно, что сразу человек не будет футболистом. Ну, и что, ёб твою. Китается по клубам РПЛ, потому что у него хороший агент, у него хороший паспорт. Ёб твою. А этот Игнатью, блядь, из Краснодара, который танцевал на пляже, там, ой, блядь, как я хорошо танцую. Выбивал у Голицкого зарплату, и потом Голицкого сказал, иди нахуй отсюда. Слушай, вали отсюда, блядь, из Краснодара, блядь. Ну, и чё, это ты. Вот такие, блядь, уебаны, блядь, у нас играют в РПЛ, блядь, конкретно в Рубине, блядь. У нас во всех клубах такие уебаны. Спартачи, вы думаете, это варс не касается? Блядь, да вас, блядь, такие же уебаны, как вот эти Леон Мусаев, да, и Могилеев, да, Игнатьев у вас играет. Я могу вам по фамилиям и рассказать, я их фамилии все знаю. Игнатьев, Рассказов, Кутепов, Маслов, Умяров, по-моему, да, Нирзов, блядь, ну, это где-то не ваше воспитание, по-моему, ну, блядь, Давыдов, сколько у вас, это, Давыдов играл, блядь, кто у вас, ёб твою мать, ну, сейчас составе у вас в основе играет Игнатов, Игнат, или Игнатов, да, Игнатов, Рассказов. Вы понимаете, что, вот, партачи, вы понимаете, что они никогда не станут футболистами, вы это понимаете? Я понимаю, что многие из вас адекватны, и вы прекрасно понимаете, что рассказов он не станет футболистом, он не прибавит, из него не вырастет ни Виктора Ановка, из него не вырастет, там, Рамис Мамедов, не вырастет, там, Карпин, не выиграет Мостовой, Пятницкий, там, не знаю, Раченко, Хусин, он с Питера пришел, да, и многие, кто не вырастет. Ни Бесчастных из него не вырастет. Ни Кеченов. Я могу состав ваших спартачей, да, я назвать по фамилии, кто играл в 90-х. Я и всех их помню. А из ваших за 20 лет игроков я никого не помню. Потому что все они говно. Понимаете, спартачи, у вас, вот, вы у вас в составе сейчас вот эти, рассказывают, там, Игнатовы, да, вы прекрасно понимаете, что они дно полное. Вы ничего не можете с ними сделать. И Рувитория ваш, ты-то прекрасно, так же понимает. И он ничего не может сделать, потому что они дно. Блять, это просто съебанно стоит. Вся проблема еще в том, что выхода нет. И наш клубный рейтинг, да, парни, он просто летит в пропасть. Мы летим в пропасть. Понимаете? Мы летим в ебаную пропасть. Пропасть. Мы скоро опустимся на 20-е место. Мы будем на уровне, там, не знаю, Сербии, Польши. Я еще не знаю, как сегодня Сочи сыграл. Сейчас будет Сочи играть с партизанами, да. Мы летим в пропасть. Просто я не знаю, что тут надо что-то делать. Но в первую очередь надо отменять лимит. А никто не отменит лимит, потому что Вова, что важно, чтобы, блять, сборная хорошо играла. Он же для этого сказал, что мне похоже на вашей, для Еврокубки, надо, чтобы в сборной хорошо играла. Поэтому надо, чтобы русские футболисты всегда были в основе. Вот они в основе. Не, я просто в шоке. Мы летим в пропасть. Запомните. И бум, лететь дальше. Пока мы не опустимся на 20-е место. Потом соберется очередной там с полком РФС, скажет, блять, надо что-то с лимитом делать. У нас же все, хуй знает, когда происходит. Но мне вот, мне чисто, вот за российских футболистов, мне за вас стыдно. Мне просто стыдно за вас, блять. За Рассказов, за Игнатова, Мусаева, за Могилевцева, за Умярова, Мирзова, Гулиева, Тагиева. Блять, в Питере у нас целый свор этих долбоебов. Мне за вас стыдно. Потому что вы не футболисты. Никогда ими не будете. Парни, я не знаю, что делать. Мы летим в пропасть. И не надо говорить, что там руководство РФС. Я не знаю, что делать. Давайте хотя бы отменим лимит. Потому что, ну, я не хочу их видеть. Я не хочу этих русских футболистов видеть. Потому что они, ну, болеем, в том числе и за клубы. Они тянут их вниз. А это не футболисты. Всем пока.